Субтитры создавал DimaTorzok Здесь в моем хозяйстве, ближайшем Подмосковье Ну полгода назад была эта съемка сделана Но только сейчас у нас появился наконец вот этот продукт ее Который производит она и ее компания Это оливки, которых вы конечно никогда не пробовали Даже те люди не пробовали, кто был в Греции Даже те, кто был на Кипре Даже те, кто покупают в самых дорогих биомагазинах России Других стран мира, в Германии и так далее Никогда вы этого не пробовали Почему это и почему это объективно Все вы узнаете в этом видео Сейчас я кратко только вам скажу И кстати, кто захочет Буквально 3-4 дня назад от момента съемки данного видео Вот моего предисловия к этому видео Ольга, хозяйка вот этого Ну Аня с мужем, да Хозяева этого производства На одном вот этом острове Давайте я сразу его назову Вот есть упаковка ее А остров называется Тасос В честь принца финикийского И кстати, дорогие друзья Это не только биоорганика Все только существующие сертификаты Тут есть даже эндемика сертификата Потому что эти оливковые деревья Конкретно этого сорта растут Только на этом острове И все попытки за всю историю, так сказать Чтобы они где-то прижились на материке Или там других островах Привели к раку Американские ученые Обнаружили в этом Значит, оливках Одно вещество Очень интересное В таких количествах Ну, скажем, противораковое Которые, так сказать Вот они специально доберут Для добывания Этот сорта оливок Этого вещества В них рекордное количество Ни в одних других Такого больше нет Это продукт Который теперь, дорогие друзья Вы можете попробовать Потому что она нам Решила дать Вот эти эксклюзивные права А у нее их очень мало И она поставляет Ну, скажем Только в определенные места Даже в Греции У нее некоторые поставщики Берут, мешают за своими И выдают нас за сверх супер Там элитные сорта Один к пяти К шести там мешают И так далее Это чистые Только ее оливки Посмотрите эту интересную историю Это видео Посмотрите эти фотографии Которые будут показываться Кстати, некоторым деревьям Больше двух тысяч лет Их сажали еще древние фенитейцы Это вот такая интересная история Это люди, которые любят свое дело Которые живут им Вкус бесподобный Сравнить его ни с чем невозможно Упаковки будут по 200 грамм По 500 грамм И вот такие большие По 5 килограмм Сейчас я эту уберу Пачку Сумана Ну, эту я вакуумную упаковку Уже вскрыл Это оптовая такая упаковка Но многие люди будут брать такую Потому что попробовав вкус 200 грамм Или 500 Это ни о чем Это можно взять И прямо есть как семечки Это почему-то очень полезно Я говорю И не остановишься Вкус такой вы не пробовали 5 килограмм Цена все Смотрите на сайте Надгар.ру В разделе В каталоге Где именно Про оливки найдете Вот этот кустик Она мне привезла Ну, до Нового года Они уже такие Сморщились засушенные Видите, ягодки Это вот как у нее растет Все она просто привозит А вот это Ну, высохли они у меня За 4 дня Были зеленые-зеленые Листики Она прилетела на самолете Ольга, вот хозяйка И вот они еще, видите Не успели сморщиться Вот эти две ягодки Они висели сейчас То есть Урожай, который созревает Так сказать По полгода висит На самих деревьях Где доходит уже До нужной кондиции Потом он вялится Все естественным путем Естественно Никакой химии Ну, это органик био Это понятно Уже говорит об этом Но какой питательный состав Это лечебный Так сказать Продукт Таких очень мало Которые лечебные И при этом безумно вкусные А по вкусу Ни с чем сравнить даже нельзя Смотрите Это интересное сейчас видео Истории Просто сумасшедшие Посмотрите Чем и как занимаются люди Каким действительно Вот интересным Достойным делом Но у вас есть возможность Причем По очень разумным деньгам И вот Никаких посредников Здесь нет Ольга очень хотела Чтобы Ценители именно Вот Приверженцы здорового Образа жизни Те, кто ценит Качественные продукты Могли в России Попробовать этот чудесный продукт Ну что ж, дорогие друзья Смотрите это видео Приятного вам просмотра А под этим видео Будет еще отдельно Когда Ольга приезжала На ярмарку Мы небольшое интервью записали Буквально там 5-10 минут Не помню Небольшой ответы на вопрос Смотрите его Под данным видео Нажмите еще И перейдите на него Соответственно Что еще я вам хочу сказать Всегда забываю Подписывайтесь на мой канал Потому что Если вы Во-первых На него подпишетесь Во-вторых Нажмете колокольчик Рядом с подписаться Слово То вы будете получать Уже автоматические уведомления О выходе моих новых видео Тем самым Не пропустите Очень интересные Ценные Полезные Для жизни Для развития Для здоровья Какие-то видео Какую-то информацию Ну вот И делитесь соцсетями Теми видео моими Которые вы считаете Важно поделиться с кем-то Это большое общее дело Для Такой благой Общей цели Оздоровления А что касается Средств Доходов С этих продуктов Они все идут На мое Самое важное в жизни Я считаю Дело Это на проект По созданию Геосферного Природного Лесного заповедника Который находится В Псковской области 110 километров От Пушкинских гор Про него есть видео И на этот проект Идут все наши Вырученные средства Для того Чтобы Воссоздать Восстановить Леса Когда-то утраченные В нашей климатической зоне Уникальные Природные сообщества Которые позволят Со временем Сделать нашу страну Действительно Великой Во всех отношениях Восстановить И культуру И экономику И так сказать Все остальное Ну кто захочет Понять Поймет Это дело Очень важное Это не только Отдание Дани должной Природе Вот что мы Губим А еще и Огромный запас Задел На будущие поколения Качественной Достойной жизни Человека На земле И помните Дорогие друзья Данный продукт Можно купить Только у нас Я являюсь Официальным Единственным Представителем Этой компании На территории России Стран СНГ И поэтому Только у нас Вы можете Приобрести В том числе Оптом Пожалуйста Обращайтесь Будем сотрудничать Ну и на нашем сайте Надгар.ру Вы можете Приобрести Этот товар Как и сотни Других уникальных Качественных Органических Продуктов питания С прекрасным вкусом И полезными Целебными свойствами Здоровья вам Дорогие друзья И здравомыслие Дорогие друзья Уважаемые зрители Слушатели моего сайта Канала в ютубе Блога Я Сегодня Хочу вам Вас познакомить С очень интересной Моей гостью И Не просто гостья А Наш партнер В общем Вы наверное Все любите Ну по крайней мере Уж масло оливковое Наверное И ели А вот оливки Ведь они бывают Такие вкусные Но не все оливки Одинаковые Я вот вам сейчас скажу Дорогие друзья И вот что Теперь у вас тоже Будет возможность Попробовать Самые вкусные В мире Я Вот Все потом Вы скажете Вы были абсолютно Правы Самые вкусные В мире Даже кто был в Греции Не везде такие есть Не говоря уж про Россию Москву там И так далее Таких здесь нету Био Органические Пару слов Расскажу про Ольгу А потом Ей дам слово Она расскажет Про свою продукцию Причем Именно Это своя Причем Вот как получилось Что я давно Уже больше 20 лет назад Уехала Там в Грецию Ну Так получилось Что вышла Замуж за Вот Грека И это Причем Не просто Греция Материковая Это остров Один очень интересный Со своей там Богатейшей Историей Культурой Оливкам Этим некоторым Больше Двух тысяч лет Вот такие По 5-6 метров В диаметре Деревья Фотографии Будем обязательно В процессе сейчас Показывать Очень интересно Из производства И то что растет И так далее Ну и я попрошу Сейчас рассказать Немножко Про свою историю Как получилось К чему пришли Покажем вам Про такие уникальные Расскажем масла Причем это сок Вот этот зеленый С хлорофилом Это именно сок Оливок И масла И про два вида Уникальных Вот вяленые оливки Равных которых По вкусу Нет И по пользе Мы покажем вам Кое-какие документы Очень интересные Которые био И органик И уникальные вещества Ва в каком количестве Здесь именно содержатся И так далее Ну начнем Пожалуй Даже не знаю Еще я только скажу Что это родовые Такие как бы Ну вот эти вот Питомники Да Потому что Муж и семья Испокон веку Да Занималась И вот я говорю То есть там Некоторым Ну средний возраст 500 лет Где-то 300-500 Да Ну то что сейчас Отдельные экземпляры Отдельные экземпляры Больше чем Двух тысячи лет И даже никто Не сможет и посчитать Потому что мы уходим А оливки остаются И древние финикийцы Там сажали Да Это остров Был населен Рассказывайте Рассказывайте Да Это очень интересная история Вообще всего В общем история Просто потрясающая Она связана С древними финикийцами Со всеми этими мифами Которые мы с детства читали Но для меня Наверное Это и было что-то Я очень любила Вот эти мифы Древней Греции И думала Что где-то обязательно Есть такое место Где все это еще живо То есть мысли Чаяния надежды И мечты Материализовались Можно сказать В какой-то мере Да В какой-то мере Да Москвичка Москвичка Да Москвичка Зачитывала с детства Еще подходила к маме И говорила Мам Я хочу жить в Греции Что Вот хочу жить в Греции Была Да Хотела носить Вот эти белые одежды Пить То что пили боги Хотела Красоту бессмертия Мудрость богов Красоту богов И Бегать Вот как богиня Диана По диким лесам Выходить из моря В пене Как Афродита Так Так Ну это все такие Юношеские Красивые мечты Получилось так Да Получилось так Что Остров В остров я влюбилась сразу Остров любилась сразу И в него Многие кто приезжает Именно влюбляются Название еще раз Остров Тасус Остров Тасус Остров Тасус По имени одного Финикийского принца Который Которого отец послал На поиски Своей сестры Европы Ну все наверное читали Что бык Что Зевс любившись Европу Превратился в быка Посадил ее на спину И вез помора Отец призвав своих сыновей Сказал Без сестры не возвращайтесь И так получилось Что братья пустились Кто куда И поняв Что сестры им не вернуть И гнев отца им Тоже было не так уж Очень неприятен Они стали поселяться На тех местах Где они считали Что они могут создать Свою цивилизацию Цивилизацию И потом стали Обселять И естественно Все знают Что финикийцы обладали И технологией земли Они были для своего времени Люди Которые могли Принести культуру Была какая-то Такая у них Своя миссия И вместе с ними На остров Пришли и деревья Потому что Там же не было На этом острове Изначально Мы сейчас не можем Мы сейчас не можем Но я думаю Что все Естественно Основывается на фактах Потом Что ничего Скорее всего и не было Более того Там вот эти Древние развалины То есть вот Перегородки Скажем вот Чтобы со склонов Плодородную почву Дожди Не смывали Нет Это конечно Все человеческие руки Человеческие руки Человеческое знание То есть вот я думаю Как подходили Но это везде Раньше В древние времена Конечно Вообще Когда общение С природой И с любыми Культурными растениями Выводили селекционно Не важно Кстати то же самое В Крыму Когда там Тоже и греки И другие народы И славянские племена Старые Значит тоже Делали опорные стенки Вот эти подпорные Чтобы сохранять Конечно Понимая На что это повлияет Ну конечно Тем более вот Древнегреческая цивилизация Они все считали Что вот все вот эти знания Они получают от богов Они сами себе ничего не присваивали На этом острове Был очень сильный культ Димитра Ну и отношения Соответственно К природе К земле Конечно Это они считали Это то что им подарено богами И они не имеют права Относиться к этому халатом И что они за это Несут ответственность Обязательно Да Обязательно Если они не задобрят бога Если они нарушат Какой-то покой Были священные места Священная вода Священная деревья Все это обожествлялось Как проекция богов Ведь даже вот мы знаем Что сам Вот оливка и дерево Просто для меня Это моя любовь Оливка Все что связано Да с оливкой И это вот У меня и дочь Дочь Афина Афина И мне Афина По имени богини Которая подарила Людям оливку И тем самым Выигрывала Покровительство За города Вот А почему Потому что люди Оценив дары Посейдона Что это был Источник соленой водой И оценив Пользу оливы Они поняли Что оливы Это дерево Которое дает им жизнь И свои плоды И масло Которое было Не только для потребления Это было Они своим маслом Обмазывали И богов И божества И спортсменов Победители В разных олимпиадах Дары Одним из самых Больших даров Это было Оливковое масло Да Ну и начиная От оливковых венков Это как символ Это все Но оливковое масло Это был тот продукт Который не каждый Мог позволить себе И на столе Это был Достаточно дорогой Процесс Все деревья были считаны Все так сказать Оливки могли собирать Только девственницы Только девственницы Первый раз Это был целый культ Оливкового дерева Раз это дар Афины Люди посчитали его Настолько ценным Что прикасаться к нему Могли только люди Достойно этого Вот И получать соответственно Дары от оливкового дерева Это тоже Были избранные Это был и свет То есть освещение Это был и свет Это косметические средства Люди после омывания Протирали Протирали Да Наносили на себя Оливковое масло И причем лучше Гораздо выглядели Дольше сохраняли Молодость кожи Это факт Конечно Вы относили тоже На других Людей Видите Это да Это не спорно Это даже то Что мне кажется Уже не нужно рассказывать Не надо Оль уехала достаточно Ну как в состоянии здоровья Были проблемы Да Были И аллергии были И РС То есть разницу Ну можно сказать Это совсем Перерождение Там много факторов Конечно и климат И воздух и вода Горные вот это Там же высокие горы И горы Это сосновый климат Это болищество Количество Трав Это очень большая Остров уникальный На самом деле Кстати дорогие друзья Скажу что потом уже К этому не касаться Я не думал что кроме как Болгарии В определенном районе Есть мурсальский чай Оказывается там тоже есть И теперь у нас Дорогие друзья И у вас будет возможность Вот это лекарственное Уникальное растение Получать Наверное после нового года Мы его Ну уже в восемнадцатом году Вначале мы его будем Поставлять Ольга нам будет Поставлять Это очень сильные В том числе Противораковые Противоопухоли Противоуспалительные Средства У нас в стране Даже применяли Для космонавтов Специально его Из Болгарии Привозили Причем те местечки Где например Оно произрастает В Болгарии Это очень маленькая часть Там средняя продолжительность Под сто лет Это конечно связано С несколькими причинами Но с этим тоже Про это будет отдельная статья Потом Когда ближе к делу Сейчас про это рано еще говорить Потому что этого пока нет Но будет И второй момент Орегано Равный Высокогорная Это не просто Я вот сейчас ее открою Чтобы уже так сказать Это высокогорная Пару слов Можно о ней рассказать Вот чем она отличается Есть орегано Но очень разных сортов Конечно Сортов орегано можно Но Также Для меня Все что растет В горах Это все живое Все имеет свою душу Я никогда такого Аромата не И естественно Каждый цветок Старается Вобрать все Что есть Вокруг него Вот даже Перескакиваясь Это на Те же Ароматы Оливы Из-за множества Количества пчел Перекрестное опыление Позволяет Цветам Смешивать Свои ароматы Через пыльцу То есть Они ведут Взаимообмен Свежий воздух Уникальнару Там есть процессы Которые я Например Как не обладая Этими знаниями Ни химика Ни биолога Плюс почвы Определенный состав минералов Состав минералов Это были древние добычи И золото И серебра Кстати Остров богат Оказ с очень ценными Полезными ископаемыми И главное Минералами Различными Белый мрамор Белый мрамор Который ведется до сих пор Была и железная руда Но состав почвы Действительно Еще очень Такой определенный Что Кстати Оливки Особый сорт Только там растет Да Об этом Расскажите Столько информации А у нас время ограничено Это все вместе Это одна экосистема Которой нужно Для него очень мало Одного Это нужно Они что не растут Просто на других островах Или Самое интересное Что вот нет Пытались все Попробовать Именно вот это дерево Куда-то отвезти Как-то его Упорядочить В какую-то Челенковать Врастить В какую-то плантацию Но оказалось Что нет Если вы посмотрите То все деревья Там это дикие То есть мы живем По сути дела На острове Который является Перемешкой оливковых деревьев Сосновым лесом Просто заповедник уникальный Да По сути дела Вот вы правильно Все Все оно там живое Как сорт называется Этой оливки Сорт называется Трумбо-сашу Она запатентована Естественно Есть поп Сертификация Европейская Которая подтверждает Что именно этот сорт Именно растет На этом острове Давайте вот сейчас покажем Как раз Дорогие друзья Насчет сертификатов Я тоже поражен Был целая стопка Ну Здесь не только сертификат Здесь еще исследования Американского института Это мы сейчас скажем По уникальным веществам Которые тут содержатся Потому что Естественно Люди Которые уже понимают Что нужно не только Есть что попало Откуда это все происходит Да То есть сертификат Что именно с этого места И что это уникальность К сожалению Это на греческом Но можно показать Да Потому что У нас из Греции смотрят И есть кто знает Греческий А это по маслу По маслу Это на английском языке Это по оливке Это по оливке Плюс есть то Что это биопонятно Органика Да Био-органика Со всем этим Ну Черно-белый Ну как бы видно Вот А это по этой оливке Исследование Американского института Значит Именно по этой оливке Потому что Стали Небольшие Когда стали делать Небольшие анализы Такие По оливкам Оказалось Что там кроме Есть еще какие-то Полезные вещества Кроме витамина Е Такой один Дядя У меня видео Это в блоге Где-то есть Вот он каждый день На протяжении Своих 100 лет жизни Мазался вот этим маслом У него кожа 65 даже И недаром Я вот сейчас Мы поясним Почему Когда мы говорили Помните про органовое масло Кто не смотрел Обязательно посмотрите Уникальность в том Что там Витамина Е В гамма Модификация Это мощнейший Как бы сказать Антиоксидант Там его в 800 раз больше Чем оливковое масло Но это именно Этого компонента Только в диком органе Она не бывает В питомниках Она тоже Кстати не приживается Вот очень интересно Что такая параллель Потому что вот Этот сорт Вот тоже удивительно Почему Ну ладно Это факт Хорошо Давайте скажем Про вот это вещество Вот это вещество Так называемый Левропеин Он из-за того Что Все остальные оливки Используют Свои технологии Приготовления воду Он водорастворим Именно вот этот сорт И эта технология Она ведет свое начало С тех времен Когда была посажена эта оливка То есть люди сразу Примерно знали Как ее можно сохранить А тут же еще уникальные Свои рецепты сохранения Аутентичные Вот это скорее всего Не способ приготовления Это способ Как ее сохранить Вот как они ее сорвали с дерева И как можно просто продлить ей жизнь Без того Без наименьшего вмешательства По другой была соль Которая не знали Что это консервант Они брали оливку Перекладывали ее в соль И в процессе Прали оттуда И просто ее потребляли Слоями пересыпали Причем это крупная каменная соль Которая тоже в местных Соляных Таких вот карах Там добывается На острове Значит Морская На острове Чуть не За островом На дереве Но рядом с островом Да То есть море соседей Я вот попробовал Вот эта свежая оливка Мы очень Вот сейчас думаем Как технологически Чтобы можно было привозить И чтобы это хранилось Потому что эта свежая оливка Она чуть-чуть Вот только сморщилась Потому что Немножко из-за соли Вода ушла Но Вы знаете Это непередаваемый вкус Она Ну уже Как бы вот и не с дерева Ну потому что она плодная Твердая Тут попробуй Она уже ферментированная Я бы так сказал Да вот наверное Но вот тут Этого вещества Концентрата Леверевиина Огромное количество Мы сейчас скажем Какое Но не здесь Потому что Я понял Исследование Вот про вяленую Исследование про вяленую Вяленый Вот в этой Рекордное количество Этого уникального Вещества Мы сейчас еще О свойствах этого вещества Скажем А вот здесь Еще больше Это даже Ну не исследовалось Да сколько здесь В сырой Исследовались листья 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 закупает Америка Закупает Для производства лекарств У вас Закупает Закупает Но именно Именно не у нас А по Греции Закупает И проводится исследование Какая Берутся листья И делаются Отжим И иногда делаются Какие-то напитки А там делали какие-то Противораковые Да делали Противораковые Это и противораковые Препараты Естественно Не очень хочется Афишировать Фармацевтическим Компаниям Результаты Из-за того Что это дешевое средство Доступное средство Но люди Это Конечно Используют Вот Так Хорошо И давайте Немножко По иллюпропиин Я скажу Потому что Я не знаю Насколько Это важно Я думаю Что это важно Именно из-за того Что Это очень положительно Влияет на экспрессию Генов И тем самым Замедляет Старение клетки Люди Используют Какие-то лекарства Вот Для Альцхаймера А исследование Показывает Что Вот Потребление 20 грамм в день Насыщает Организм человека Этим веществом И помогает Предотвратить Такие вот Заболевания Даже как болезнь Альцгеймера Даже как болезнь Альцгеймера Скажите Это 20 грамм А имеется ввиду Оливок Вяленых Ну Я вам скажу Так 20 это нереально Потому что Вот я Есть знакомые Кто Вот Открываешь Полкило Сразу съедаешь Сразу Полкило Вот как наш шоколад Если такую параллель Можно прости Да есть такое А вы наш шоколад Пробовали Ну И как Вот нужно спросить Ну как Как Я думаю Что я теперь Шоколад На команде Шоколадомонис Да А я вот этот Шоколадомонис Да Теперь давайте По цифрам Значит по цифрам Ну все Что считается нормой Скажем Вот этого Левропейдина Вещества Сколько Значит Сейчас скажу про норму Мне легче сказать Тут на английском Да На английском Но это ничего Я вам скажу О результатах То что они А вот это я пока скажу Вам друзья Это не масло оливковое А это сок оливковый То есть фактически Сок дерева Это Ну естественно Из оливок Это лекарство Вот это просто Оно горьковато Потому что кстати Вещества там в том числе Хотя не только его Да Значит здесь есть Такой нюанс По маслу Что изучая Полезность масла Люди стали Ну специалисты хотели Охарактеризовать его Именно почему Сделать Классификацию Почему оно полезно И стали Выявлять два вещества Самых наиболее полезных Вещества этого масла По которым можно Квалифицировать Именно полезность Мы сейчас не говорим О вкусе Насколько оно приятно Мы говорим А именно О полезных Лекарственных Свойствах для человека Это вот об этом Это элиоконсал Илиосин Да Исследования проводились Опять американскими институтами Вместе с нашими Греческими исследователями Где они больше всех У американцев Вот Ну они это спонсируют Они приобрели Сделали аппаратуру На которой Проводятся исследования И выявили две единицы Это элиоконсал Илиосин Элиоконсал Это Элиокапси Элиокапси Это тоже Это горечь Это горечь Это эфирные масла Концентрированные Которые дают горький вкус Которые дают горький Но вместе с тем Они являются Натуральным консервантом Очень Да Во-первых Консервант Оротарь полезный очень Полезный И это именно консервант Потому что Это то что Вот мы будем говорить Сок жизни дерева Вот это и есть сок жизни А вот это именно и есть Потому что Концентрированный И естественным образом Консервированный Да Без всякой химии Без всякой химии И в процессе И без термообработки Что важно Без термообработки Отжим идется по температуре человеческого тела 36-37 градусов. Мы покажем фотографии с завода. Когда идется отжим вот именно вот этого масла. Видим, что оливки примерно 60-40 зеленые и черные. Отжим масла, если от зрелой оливки мы можем взять 20% отжима. От этой оливки мы берем где-то около 14%. Аромат это то, что свежего фрукта, свежих листьев и всего. В нем еще. Почему оно такое зеленое? Очень большой процент хлорофилла. Под воздействием солнца хлорофилл химическим образом переходит в меланин. Почти как супророска пшеницы. Есть нотки между маслом и вот таким соком. Это зеленый орех, зеленый миндаль. Для меня это эфиры острова. Если спросите, что такое остров, я скажу, попробуйте масло. Он и горьковат, он с невероятными ароматами. Есть горечь? Такая сильная даже. Смотрите, правильная горечь в масле она должна быть не во рту, а должна достигать гортани. Так и есть. Это правильная горечь. Для меня если масла нет горечи, я сразу начну волноваться. Профилактика кандидоза во рту и рака горла. Это лекарство. В Греции называется протолода. Каждая хозяйка раньше ждала, когда придет первое масло. Она его не пробовала, она отливала его в отдельную бутылочку и клала себе в шкафчик вместе с настойками и зверобоя. То есть на этом было два препарата. В каждой аптечке это вот это вот масло первое, протолода, и масло, настойное на зверобоя. И это то, с чем лечилось практически все. Очень сильные антибактериальные средства. Спафолода, вот этот зверобой, настойный на оливковом. Спафолода, это от слова спафья. Это меч. Армия Александра Македонского всегда с собой брала вот этот зверобой, моцерат зверобоя на оливковом масле. Это и выносливость, и противоинфекции. Это так и есть. У меня даже маленькие дети, они знали, что если они что-то порежутся, обожгутся, ударятся, где есть эта бутылка красная, они возьмут, помажут. Прям вчера мне женщина написала, но клиентка одна из наших зрителей, у маленького ребенка, там, по-моему, года два или тридцать девять стоит, и уже недели три они принципиальных врачам нет. Я уже думаю, ну надо, конечно, проверить. Ну давайте сейчас зверобой, с настойкой у Ивана Чайки, при зверобоем хорошенько здесь, пишет, все прошло за ночь, все. У меня кум, он занимается с раковыми больными в Чехии, практикует, вот. Он после различных операций рекомендует вот на масле, на зверобою для заживления ран. Для кожных. Для кожных, да. Да, чтобы не было больше каких-то химических, вот, и он очень доволен. В общем, дорогие друзья, вот это будет обязательно. Я думаю, что мы изначально, это будет, чтобы таможня не съедала, потому что стеклянные бутылки, я сам был в шоке, когда вот мне сказали, что бутылка чуть ли не три доллара там может стоить, и растаможка, потому что стекло. Поэтому у нас будет это в таких железных, специальных пищевого железа, значит, три или пять литров такие ведра. В них мы будем их продавать, это будет гораздо дешевле, чем если потом разливать бутылки. Ну, мы будем сами уже в бутылке, естественно, будут наклейки, естественно, это греческие, со всеми сертификатами, ну, и будут свои, конечно. Это вот касается этого. И у нас будет обязательно еще масло питьевое, вкусное, ароматное, которое тоже аналогов в России, да даже в греции. Ну, оно будет уже из более зрелого масла, там, где хлорофилы переходят в меланин, оно тоже полезное. Ну, просто это, будем говорить, это разные... То чисто пищевое, вкусное пищевое ароматное. Оно тоже полезное. Конечно. Мы просто говорим, что полезное, что полезнее. Но это вообще лекарство. А это лекарство, да, это лекарство. И вот закончу с элиоконталом, элиосином. Элиоконтал, вот эта вот горечь, она, естественно, чем масло юнее, чем оно зеленее, больше вот этих вот микрокомпонентов, называемых элиоконтал. Вот. И чем выше, вот самое интересное, очень долго проводили исследования, нужны горные районы. Почему, как? Они сами в процессе исследования. Вот. Мы тоже участвовали в этих исследованиях, вот, с Афинским институтом. они каждый год у нас запрашивают из разных участков земли, этих оливковых плантаций, запрашивают данные. И смотрят масло. И так получилось, что по статистике, горные районы, вот, по количеству, или Асина, или Конфала, они намного выше, чем, если бы они были даже около моря. Вот так. А у вас какая высота над уровнем моря примерно ваша? Не скажу, я с цифрами не очень вот так. Но у нас горы достаточно. Есть одна из точек, которая, вот, на фотографиях, наверное, будет видно, потому что по цифрам немножко это не подготовлено, такую статистику говорить. Я все по-другому немножко оцениваю. Но высота есть, высота есть. Вот. И разница очень большая и по составу. Вот что, я говорю, что приморские жители и горные жители, то есть разница есть, потому что и состав трав, и состав почвы. И то, что чем меньше людей туда ходят, тем лучше. Ну, а туда, где у вас мало, да? Мало ходят. Сейчас люди ленивые, а соседи у них, даже есть и соседи грибы, есть рыжики. А, рыжики. Рыжики, земляничные деревья, все это покрыто ладаником, а мы знаем, когда ладаник цветет, и когда пчелы, это аромат просто необыкновенный, начинает зацветать и орегано, начинает цвести еще очень много разных. Дикая природа, огромное количество диких трав, они между собой создают симбиоз в почве, естественно, между корневой системой, мицелием грибов, потому что это очень важно. И вот все это дает свой непосторимый аромат, свойства лечебные. И давайте скажем, какие цифры, насколько здесь это больше, чем вещества? Значит, по маслу, да, если мы сейчас скажем, значит, по маслу, если по всей Греции, Элью Консала, о котором мы сейчас говорили, 135, это средняя греческая цифра, 135 единиц, так, то в нашем масле это 309. Вот, самое высокое, это порядка 600. Это на одном самом маленьком острове, который практически необитаем, это Антипорос. Американская компания выкупает за 150 евро за литр. Обалдеть можно. Вот, и все это, это все ставится фармацевтически. То есть, чисто идет на фармацевтику. Чисто на фармацевтику. С этим, как сказать... Солентья, а у вас будет возможность это пить как лекарство за разумные деньги, а не потом? Понятно, компания закупает, а там потом перепродают, ну пусть там 600, а тут 300, в два раза всего меньше, но в три раза больше эталона идеальных пропорций. Почему мы этим вот занялись? Потому что те, которые люди, вот, профессор Маятис, который занялся исследованием английского масла, и он сам живет, в Америке, он понимает, что этот продукт, который когда-то стоил дорого, на данный момент неправильно не производится, неправильно не используется, и стал чем-то тем, что его ценность очень занижена. И он стал... У него такая задача показать, что это действительно за продукт. Ну, из-за того, что людям нужно сейчас очень все это серьезно доказать, показать своими исследованиями, он поставил себе такую цель. И он хотел бы, чтобы, конечно, греческое масло вышло снова на рынок, из-за политических игр оно ушло. Его закупают итальянцы, к нам сами приезжают итальянцы, пригоняют фуры, закупают наше греческое масло, отвозят его туда, раскладывают в красивые бутылочки, перепродают по очень дорогой цене. А когда с этой же ценой приходишь и говоришь, вот это наше масло, она говорит, ну, говорит, вы же не итальянцы, говорит, такое масло, а масло-то наше. Конечно. К сожалению, политика греческая этим не занимается. Были очень большие проблемы, даже от того же министерства Греции показывать эти цифры на этикетке. Около года или полтора велась усиленная борьба с бюрократией, чтобы люди имели доступ вот к этим цифрам на этикетке, могли понимать, какое масло полезно и какое нет. Всё это связано, опять вы, наверное, сами понимаете, что в супермаркет людям невыгодно знать состав этого масла. Они могут туда налить что угодно, как угодно, и ответственности не нести. Как вот это было в своё время с кокосовым маслом, когда одна известная компания продавала очень дорого этикетки, а мы увидели, как появилось дёшево. Как такое может быть, зная, что эта компания больше 100% накручивает, а это дешевле, чем вот у нас выяснили потом. Потому что они получили сертификат БЮ, взяли реально. А потом имеют сертификат БЮ. Мне об этом говорили, да. Ну вы знаете, как это происходит. Мне это говорили открытым текстом. Я с 2000 года на выставках. Ко мне приходили крупные, даже российские предприниматели, у которых были свои биосети. И они мне говорили, вот прямым текстом Ольга говорит, нам, говорит, у нас нет задачи кормить людей хорошим продуктом. Честно сказали. Честно сказали. У нас есть задача заработать деньги. Вот, конечно. Сертификаты у нас есть, и нам это самое главное. А своё масло, вот выставка закончится, мы заберём. Ты нам это даст. Себе. А у нас, дорогие друзья, совершенно другая задача. А поставить моё масло им было невыгодно, потому что, естественно, оно по сравнению с тем, что они закупаются, они говорили свои задачи. Конечно. Но зато они хитрили, да, насколько я знаю, брали, чтобы у них были все сертификаты ваши, а потом смешивали это, не будем говорить. Да, это тоже мы, практика такая есть, потому что, естественно, рынок большой, это работа, это труд. Производство хорошего продукта, Этого мало. Этого мало. Процент отношения от Греции, это вообще там 0,0. Это дорого для общей индустрии. Общей индустрии. Это дорого, поэтому покупается продукт, небольшой процент покупает, ну, вместе с ним идут и сертификаты. Да. Вот, сертификаты. Покупаются другие продукты из других вещей. Раз в 10 больше. Вот, всё это смешивается, фасуется, вот, и когда это уже конечный результат, в одной из пачечки... Одна ягодка эта, а остальные я не могу гарантировать, что вы кушаете. Нет, ну, вот, дорогие друзья, что происходит сейчас? Это такие простые законы. Не только у нас, мировой индустрии, потому что это деньги, а при капитализме, как известно, за деньги всё, что угодно, если у людей и хозяев нет совести. Ну, вот, для меня это было настолько, не столько открытие, сколько честная вот позиция бизнесмен. У меня нет задачи кормить людей там, и обучать их правильного вкуса. У меня есть задача заработать деньги. Это как поздно по Америке путешествия рассказывал мне, что запомнилось про одних, говорит, там есть люди, ещё помнят, как на рынках помидоры местные фермеры, это всё закрывается, там не дают. И сейчас, он говорит, ему один миллиардер хвастался, ну, компания, которая ГМО делает, он говорит, чуть ли не там и форма, и мы можем день созревания рассчитать, там всё, чтобы у людей там месяцами это лежало в магазинах, там всё. А ему поздно говорит, слушайте, ну, а вкус это того уже аромата не будет. Он говорит, о чём вы говорите? Он говорит, мне даже, говорит, страшно стало, сказал такие слова, а люди уже и знать не будут настоящий вкус. А, вот это правильно. Потому что я очень большая, вот, мне показательные выставки, с первого года ко мне подходили люди и спросили, почему изюм такой солёный, почему чернослив такой маленький, вот, почему это, почему то. С годами они, им это не нравилось, они привыкли на консервированных оливках, дешёвых оливках, где технология очень проста. Её можно даже логически объяснить, потому что аграрий, ему выгодно собрать зелёную оливку, пока нет плохой погоды. Это зимний фрукт, сложный фрукт, по сбору, если по правильному сбору. Бывают всякие непогоды, когда можно весь урожай потерять из-за каких-то ветров. Поэтому они собирают по возможности побыстрее. Оливку собрали. Второй этап, это вывести из неё ненужную горечь, потому что люди, горький вкус, они... Что хорошо продавалось, да? Люди горький вкус, они забыли, что еда – это лекарство, лекарство – это еда. Сейчас совсем другая философия. Поэтому горький вкус, он не в привилегии. Что делают? Её помещают в потас. Потас – это щёлочь, на которой делают мыло. Она за день вода. Весь вкус, в том числе и горечу, отводят от неё. Не только и полезные вещества. Всё, выводят всё. Остаётся нейтральная форма. Это второй этап, второй день. Третий день – это добавление вкусовых добавок. Вот так даже. Добавляются вкусовые добавки. Получается оливка с вкусовым. И четвёртый этап – это окрашивание оливки в тот цвет, который нужен. Существует... В основном это для чёрной оливки это железо. Содержащие железо. Содержащие железо. И за 4 дня вы получаете дешёвый продукт, который, по идее, должен быть сделан трудом. То есть, собирается во время, когда эта оливка зрела. Когда она рада. Когда там всё, что нужно, есть. Природа поэтому и позаботилась. Зелёный – это зелёный, это как лист. А чёрный – это уже совершенно другое. Оптический его можно, когда ещё нет таких тонкого понимания. Когда и чего. Это уже ноль, можно пробовать. Горечь выводится, если мы говорим о зелёной оливке. Потому что зелёную оливку – это вода. Это постоянный, значит, отвод воды до того момента, когда мы сможем попробовать оливку и она по вкусу нам будет приемлемой. А она в этот момент ферментируется естественным путём? То есть сама, потому что идёт процессы... Конечно, конечно. Химические всегда идут. Мы даже не видим очень многих вещей, всегда идёт процесс. Это живое. А потом, что вот когда вода, значит, вода меняется... Вот. А потом уже мы можем сделать то, что некоторые даже делали... И я застала очень много людей, которые брали бутылку с обыкновенной морской водой, наливали морскую воду, туда добавляли оливки и вот таким образом ели их потом. Ну, самариновали именно в морской воде. Сейчас это делается, конечно, прям добавлением соли, добавлением... А мы сейчас об этом поговорим. Это будет вторая часть нашего выступления. Мы сейчас сделаем паузу, а потом, дорогие друзья, самое интересное, смотрите во второй части, мы вам покажем и подробнее расскажем вот об этой технологии и что это такое. Ну, это, конечно, сказка. Вот об этом я вам только скажу, что я ел... Я тоже остановиться просто не могу, но это такая вкуснятина. Я просто поражаюсь. Ну, тут есть наверняка нюансы, да, технологические, как всё это. Конечно. У нас же уникальный продукт. Это труд, это труд. Вот об этом поговорим во второй части. Делаем паузу. Так, дорогие друзья, пока мы перезаряжали камеру, я... Гамина спросил, а вам правда понравились вот эти олевки? Я говорю, это... Ну, что здесь правда? Это вообще сказка. Я вообще давно ждал. Моя жена на тебя вот ждёт. Я просто ей рассказывал. Она говорит, у меня уже слюнями. Я ей схожу. Я, говорит, ну, я не знаю, сколько я ей оставлю из этого. В общем, короче... А, он говорит, а мне вот это нравится. И берёт. А у нас, видите, какие свои олевки есть, только маленькие. Только это на самом деле... Мне интересно, вот на стол тоже. Это наш... Это фисташка органическая, сырая, сырая, которая в нашем сыроедном шоколаде. Вкуснятина, да? Причём невозможно даже осознать вот этот вкус ещё, что там нравится. Просто хочется есть. Вот он... Да, да. Организм его хочет. Это как вот мы сейчас создали, наконец-то, корм. Два года потратили. Их на полпути хотели бросить из-за того, что просто это... Ну, ввязались, во что не поняли. Мы создали лучший в мире, вот как вот это, как вот наш сыроедный... В первой в мире, кстати, сыроедный веганский корм для кошек и собак. Да, для меня это важно. Все жареные, все. То есть, их всё равно жарят все эти ингредиенты, и поэтому там почки, потому что, ну, как осадок из чайника пить. Я скажу так, все отзывы, которые люди пробовали, ну, их питомцы, а хозяева, как говорится, видят цвета, ни одного нет, не сверх восторженного отзыва. То есть, люди в шоке. Вот так, все, 100%. То есть, они просто, вот такой реакции ни на что нет, даже на наш шоколад. Вот. Там более 45, ну, 40, там, кошачьи, 45 собачьих, компонентов, то есть, продуктов туда входит. Ну, естественно, там, то есть, там вот только это может животное есть и пить нормальную воду, и всё в течение жизни. Всё. То есть, там есть всё вообще. Ну, это как бы так, для интереса, это, конечно, для этих... Животное, оно само почувствовало, что это... Уже на следующий день даже дорогие итальянские и прочие веганские корма, где тоже там всё годами рассчитывают, они не едят физически. Ну, оно, наверное, почувствовало, организм почувствовал. Они почувствовали. Животные как красоты, это человек чувствует, я хочу там куриную, хочет, человек хочет жир, специи и прочее. Тогда можно таблетками заменить, тут же что-то большее. Человек уже, к сожалению, от природы... Отошёл. Я бы своей природы отошёл там. У неё есть наркотические зависимости. И хорошо бы, чтобы эти зависимости были адекватные тому, когда человек, нормальный, здоровый организм, почувствует вот наконец-то вот эту ложную, когда уйдёт патогенная кишечная микрофлора, когда она подавится, вытеснится симбиотической нашей родной. Вот тогда другие чувства, другие вкусы у людей возникают. он обретает себя. Человек чувствует воду, человек чувствует натуральные продукты. Почему я вот не могу просто наесться вот этой вяленой оливкой и как раз давайте сейчас поговорим, ну расскажите, как делается это чудо вообще, что это вот, как так получилось? Я никогда... Ну вот видите, мы уже стали считать чудом то, что вот даёт нам природа в своём натуральном виде просто это ждётся, когда оливка действительно созрит, когда она войдёт в ту стадию, когда её нужно снимать, когда появляются первые сморщенные полосочки. Ага. То есть это признак того, что вода, жидкость под воздействием... Вот примерно так, когда морщиночки возникают. Она чёрная, она чёрная на дереве. Так. Вот. Видим, появляются первые морщинки, да, значит, её можно уже снимать. Она съедобна. Раньше люди ели её и так. То есть они её собрали и могли есть. Для них вот этот вкус, горечь, не горечь... Да, они... Они это им нравились. Да, они знали, что вот оно такое есть и такое нужно кушать. Для них не было. Они жевали листья, когда болезнь, но это другая тема. Вот. И помещаем это... Конечно, идёт отбор. Нужно посмотреть, чтобы плоды были не попорченные мушки, потому что у оливки есть враг, это мушка. Мушка. Да. Ну вот, опять, природа, она сама себя фиксирует. Главное, чтобы её особо не мучить. Когда очень много мушки, на острове появляются осы. А, и регулируются. Да, и регулируются. И регулируются, да. Регулируются. Вот, если бы не было... Ну, сразу наши зрители скажут, вы никогда ничем не обрабатывали. Нет, нет, нет. Химия никакой вообще. Нет, нет, нет. Природа, она сама по себе внутренняя химия. Иначе не было бы европейских био-ожи ожесточающих сертикалов. Это идёт контроль в течение всего цикла производства. Вообще, да? Нет, это там, где вот масштабно готовится. Нет, это идёт масштабно, да. Вот поэтому в радиусе плантации вывешиваются по краям значки, чтобы обходили. И по законодательству к таким плантациям оливок не подходят на несколько метров. То есть, какой химия происходит. Потому что это очень большой вред. Даже если в готовом продукте найдут какой-то процент и либо заразиться. Вот у нас были давно какие-то заражения масла, заражения оливок. Ну, от недобросовестного хранения. Угу. Вот. Поэтому, может быть, мы даже сами не опрыскивали, но это может заразиться от продукта с соседней плантации. Вот. Поэтому есть такое законодательство, что вплотную к этим не подходит. Кроме того, в горы никто уже не ходит давно. Это и поэкономическим. Ну, с вашими плантациями рядом других нет, да, плантаций? У нас большие плантации горные, которые практически по экономическим соображениям сейчас вообще всё это... Кризис, он с одной стороны стал грехом и на пользу, тем, что они не могут покупать себе, не могут позволить такие дорогостоящие химикаты, которыми опрыскивали. Ну, у вас раньше не было их, никогда. Муж у меня с 97-го года, у него официально биокалия. С 97-го года, да. Он уже 20 лет. 20 лет. Био-сертификаты. Помогает государство своими дотациями, конечно, потому что, чтобы рынок био и повысить цену, это же нужно окупать. Конечно. Вот. Но сейчас и дотации... Я бы скажу нашему зрителю так, что, дорогие друзья, цены будут потом известны. Может быть, мы до Нового года, то есть вот в 17-м году, сейчас в декабре, может, еще и что-то успеем, первую небольшую партию. Сейчас их просто нет уже. Но вот к марту, а может, и раньше, мы будем уже получать, потому что нам, Ольга вот обещает, будет делать, потому что бывает у них не хватает, они у кого-то сырье закупают. На острове, кроме нас, естественно, есть люди, которые стараются тоже поддерживать именно биокалергию. Но мы просили, только... Все это контролируется, потому что, уже занимаясь много лет, мы понимаем, что качество, это... Такие бы не были кризисы. Но мы с вами договорились, вы нам доставляете только свои. Свои, свои. У меня, Юрий, у меня и была цель. У нас никогда не было проблемой со сбытом. Нет, да, это мы знаем. Там и французы покупают. Да, покупают. И у нас остров летом туристический. Есть уже клиенты, которые приезжают именно и пытаются. Надо думать. Да. Вы попробуете тоже, вы будете в шоке, что так происходит. Вот. У меня просто всегда была цель, мне хотелось, чтобы вот именно эти... Эти оливки, эту продукцию, все это ели люди, которым небезразлично... Большая система. Которые смогут оценить и иметь вот эту обратную духовную и энергетическую связь. Я тоже так. Людей, которые... Может быть, создают какую-то новую модель в принципе всего. И питание, образ жизни, мышление. Вот. И этот продукт, это для меня это всегда связь со всем. Для меня вот оливковое дерево, я говорю, мы уйдем, оно будет стоять. Любовь с собой делом. Да. Никто, например, вот смотрю на оливку и думаю, что никто не обещал, что та внутренняя жизнь, её и то состояние, мы должны об этом знать. Но она же живёт 2000 лет. Да и больше живут. И больше. Что она видела, что она чувствовала. Это целая, это философия. И таким образом, вот через это, она делится с нами каким-то таким тайным механизмом, который мы не можем объяснить на том уровне, на котором мы имеем в виду. в качестве долголетием и здоровьем и молодостью внешней. Оливки, правильно? А и не все ещё вещества исследованы, не всё известно. Конечно нет. То, что начинают, и открывать учёные... То, что начинают, вот вы правы, то, что начинают изучать и то, что смотреть, мы понимаем результат, что это долгожитель, что это не болеет, что это вечно зелёное. Не болеет, кстати, да. Вот мы видим, что те люди, которые исторически вот потребляли и сами дольше живут, это как с мёдом, с пчелиными продуктами, старая вера, старобрядцы, которые, так сказать, вот бортневой мёд и сами его использовали, лечить, с пчёлами всю жизнь занимались, жили очень долго. Это есть связь? Вообще она связь... Связь есть. Сто процентов. Вот, извините, прямо минутку про мёд. У меня вот с веганами, они говорят, что используем, почему они мёд не едят? Я говорю, а почему вы решили, что мы... это мы сейчас используем так же пчёл, как и рабочих в Китае. Надо сотрудничать с ними. Тут дело вот именно другое. Если ты не гонишься за количеством, не убиваешь пчёл, всякой химии, опрыскивания, если ты, наоборот, создаёшь сам колоды, естественные дома для пчёл, это лучше. Сажаешь цветы, которые нравятся. И берёшь только на следующий год чуть-чуть то, что остаётся после зимовки и с избытком, когда они начали, а это мёд уже созревший, самой ценный, то это никакой эксплуатации. Наоборот, ты даёшь возможность новым. Вот семья улетела, негде поселиться, они умирают, а ты строишь домики, и они живут. Поэтому это глупость, с которой... Сажаешь цветы, сажаешь то, что им нравится, что они любят. Всякой глупости есть предел. И вот я скажу, кто-то говорит, это продукт животного происхождения. Это ферментированная пыльца растений, а пыльца растений – это растительный продукт. Да, она ферментирована благодаря ферментам желёз, так сказать, внутренней секреции, безусловно, пчёл, но это, можно сказать, сахарный особый продукт, сахарный другая форма. Без которого не было бы плодородия, не было бы земледелия, не было бы человечества. И поэтому, возможно, это, так сказать, мы даже не будем сейчас углубляться, но это особая тема. Посмотрите на эту тему, как другая цивилизация, с которыми сотрудничаем. Оливка, она может потребляться, как мы сказали, и в сыром виде, но из-за того, что наши вкусы, естественно, требуют, чтобы горечь вот эта оливковая, она немного ушла. Её помещают в соль. Да, это вот я сейчас в пакетике распаковался, и вот мы положили сюда, слушайте, ну это такая вкуснота. Соль, она отводит лишнюю жидкость, он самая консервирует оливку, концентрирует в ней все остальные полезные вещества. Никаких бактерий, идёт только внутреннее самоаутолис, ферментация вот эта идёт особая, самопереваривание, образуется более удобно варимый, ну и по вкусу они будут. По вкусу, да, она становится сладкой, вот можно сказать по-своему, горький фрукт становится по-своему сладким. Да, я сейчас соль уберу и... Вот, если этот процесс, если мы найдём какое-нибудь дерево, которое забыто где-то в горах, в марте, иногда они висят, иногда я смотрю, уже начинает свисти оливка, но ещё висит, можно найти 2-3 плода, оно будет примерно такое же по вкусу. Вот. Примерно будет такое же по вкусу. Как вот это. А как вот это делается? Расскажите, что вы делаете здесь? То есть вот... После того, как она пройдёт вот эту вот ферментацию в соли, она становится сухая сама по себе. Иногда вскрываем соль, и мы берём оливку, вся влага ушла. Остаётся вот эта оливка. Она в себя впитала и какое-то количество соли. Может и не впитать. Это тоже живой продукт, в зависимости от... Кстати, я... Очень важный момент. Вот я ел сейчас вяленые, много ел их. И вы знаете, вкус прямо вот он разный. Тоже берёшь, какая-то слаще, какая-то более... Какой-то аромат, то есть она как-то по-другому сферментировалась. То есть, потому что, видимо, это от стадии зависит. И от стадии... Мы, когда собираем оливки, вот если фотографию посмотреть, какая-то она зелёная, какая-то чёрная. Естественно, не выборочно сборный и лёд. У сольщик чудесный, но он разный. Так интересно. Мы же не можем... Который на 98. Для массового сбора всегда берём больший средний результат. Ну и вот это вот свежее, скажем так... Это свежее. Это вот я собрала, вернее, взяла именно буквально 3-4 дня с дерева. Вот как? Вот это, да? Вот сегодня... Уже как в день? Сегодня пятница. Нет, скажу, неделя. Вот сейчас неделя прошла. Неделя, да. Вот мы сейчас ищем вариант. Конечно, это Ольга задача как технолога и со своими специалистами, чтобы мы смогли это довозить до нашего склада, чтобы это хранилось хотя бы полгода. То есть, ну мы будем... Да, вот это, кстати, вот это вакуумные упаковки, товарищи дорогие, не в холодильнике, а при обычной комнате температуры. Ну да, ну конечно... Два года гарантии. Ну, естественно, без солнца, в сухом, прохладном месте. Если в холодильнике не ограничен срок хранения. Ну, естественно, это чисто теоретически, потому что кто будет это хранить, я это не знаю. Это будет кончаться как наш шоколад, мы не успеваем делать свежий, поэтому некоторые говорят, а вы не ставите. Ну, мы действительно, бывает, это положено, мы не ставим дату упаковки. И мы, блин, мы не ставим, потому что мы его иногда 2-3 дня. Срок хранения 10 минут наста. Ну, грубо говоря, так. Вот. Что касается... Значит, когда вода отведена, она уже подвялилась, вот как... Значит, идёт следующий процесс. Её вычерпивают вместе с солью. Есть такой небольшой специальный механизм, который ещё раз её отделяет соль, протрясает от оливки. Вот. Потом идёт опять ручной просмотр оливки, вдруг она что-то где-то... Вот. Идёт после этого обвалка в масле, как правило, это оливковое масло. Вот. Но берём не наше оливковое масло, а оливковое масло, которое более мягкое, чтобы не сбивать вкус. Нам масло нужно для того, чтобы замедлить процесс окисления. Да. Вот. И идёт вакуумная упаковка. Ну, если в вакууме, на самом деле, мне кажется, даже без масла она не будет окисляться, там же нет кислорода, а тем более соль создаёт поверхность вот эту вот такую... Ну, в принципе, да. Кто-то делал... Были варианты, когда нас просит масла не применять по каким-то своим причинам. Есть варианты, но это достаточно дорогостоящее, когда идёт в стеклянных банках с пастеризацией, но там срок годности он ограничен. Нет, пастеризация нам точно нужна, нам надо максимум полезных свойств наших клиентов. Мы пришли к этому. То есть, долгосрочные технологии и пробы нам пришли именно вот к этому варианту, который и после... И результат, который брали после анализов, они дали хорошие показатели. Вот. И по хранению, и по вкусовым параметрам. Ну, тогда я вот очень прошу вот эту нам обязательно тоже найти вариант. Ну, вот вы мне дали какой-то, может быть, даже этот толчок к появлению как-то чего-то нового. Чтобы это в идеале, в идеале нам приходило тоже вакуумы по килограмму. Вот такая вот свежая, ну, будем её называть, свежая ферментированная оливка. Ждите, дорогие друзья, прямо вот ждите, смотрите постоянно прайсы на нашем сайте надгар.ру. Когда появится, во-первых, подпишитесь на сайте, на рассылку. Мы нашим клиентам постоянно о новостях, о каких технологиях высылаем рассылки. И как вы увидите, что всё оно пришло, мы вышли, мы это увидите, всё сразу заказываете. Но первое, что мы получим сейчас, я очень надеюсь, хотя бы какое-то количество, вот на пробу, это вот, это вот вяленая оливка, вот это свежеферментированная будет позже, видимо, не сейчас, да? Или, ну как? Ну, мы будем работать над этим. Это очень интересно, да, это очень интересно, я думаю, что это... Это очень интересно. Сок, вот этот уникальный сок лечебный, ну, будет сейчас, в принципе, в ближайшем. Сок идёт. Всё, он сейчас как раз идёт. Сок идёт отжим, и я поэтому и постаралась. Отлично. Это минимальный временной промежуток, вот, как только отжали, как только оно... То есть, это буквально там месяц идёт вот такой, в году, да, там, когда заготовка такая будет? здесь просто, секрет в том, чтобы собрать оливки, пока они не успели созреть. Вот, то есть, определённые стадии. Да, и опять, каждый год, это же... По-разному. 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 Нет, даже вот в массовом сбором всегда эти самые специалисты нам рекомендуют. Смотрят и готовы, мол, пошли. А вот, люди, конечно, будут хотеть масла, которое вот для салатов, просто на нём дел... Ну, это... Нет, нет, понятно, ну, то, которое вот золотистое, с идеальным вкусом, мягким. Вы же такое тоже делаете? Ну, только оливка, ну, примерно процентный, значит, состав оливки меняется, то есть, становится более чёрная оливка, увеличивается количество отжима от оливки, оно становится более золотым. Вот сейчас мы видим хлорофилл, там оно идёт более... А там золотистое. более золотистое. Цвет, оно отстаивается хорошо, сохраняет тоже все свои полезные вещества. Но, естественно, коллеги... Были привычные, вкусные оно такое. Для большинства. Оно лёгкое. Если мы... Вот все знают коломату, естественно, там очень большое количество оливков в плотации, тоже хорошего качества оливки. Хорошее масло, но оно зелёное. Вот. Наше масло, оно золотое. Жёлтое. более созревшее уже, то есть, вы уже... Это, да, золотой, это совсем другой сорт, которого нигде больше нет. А, это из-за сорта именно? Это сорт. Из-за уникальных ваших деревьев, Это сорт. То есть, понимали, что нужно... Обрезка где-то. Обрезка, да, что если побольше обрезать, то она даст покрупнее плоды. А не обрезаешь больше по количеству, но мельче будут, как с яблоками. то есть, это всё одно. Это природный единый процесс. Катя, а вот когда будет вот это вот золотистое, вкусное, необычайное такое? А, ну, отжим такой примерно начинается с декабря. Вот оливка у нас созревает хорошо. мы где-то в январе уже теоретически можем получить. Да, да, да. Дорогие друзья, январь 18-го года можно ждать начала золотистого, уникального, особого вот этого сорта оливковых деревьев, масла прекрасного. Это тоже мы получим, я надеюсь, даже, может, раньше, да, января? Вот сок. Это сейчас. Это сейчас будем. Вот уже сейчас идёт. Ну, и там, вы там, Ольга, нам потом скажете, что сколько это, чтобы знать, как в рог. Ну, да, да. Это всё, да, ну, понятно. Как мы говорили, месяц идёт в году, а потом раз, опоздаешь и ждать. Так, ну, это с марта гарантированно, но прям мы будем всё мучить Ольгу, чтобы раньше нам прям от кого-то отщипнула и дала, потому что как бы, ну, я просто вот, я сам, я не знаю, я в шоке просто. Вот это мне настолько понравилось, что... Это у греков раньше было кусочек хлеба небольшой, и оливка. Это была их еда. Я... Ведь они этим жили. Мы, знаете, как у меня просьба, у меня в электронном виде на вот эти статьи... Всё, всё, всё. Пусть пока это будет на английском, кто будет умеет читать сам, а потом на русский, пожалуйста, тоже просьба перевести и всё, сертификат... Это интересно, я говорю, потому что чем больше погрузаешься, чем больше вообще во всё это... Это понимаешь, что здесь имеешь... Что это всё не просто так. Это не просто так, но это так интересно, да? Через это с нами вот общается природа, и она вот служит нам через это. Нам главное не портить, и себя не... И вот параллель приведу. Вот как у нас есть такой уникальный шоколад-трюфель, такие кружочки, по советскому госту туда... Ну, вкус вот этот специфический, это коньяк этот был. Но мы, поскольку противники проклятого алкоголя, естественно, это никогда в жизни, мы придумали. И мы тоже... Вот есть такое дерево, которое тоже тысячи лет живёт, но у нас в России это дуб и жёлуди. Жёлуди, да. Конечно. И вот там есть экстракт вот этот вот, который даёт вкус... Думильные вещи. И плюс трава, и сок там, да. И вот эта комбинация даёт вот этот уникальный один-в-один вкус, как по советскому госту, трюфель, только сыроедный у нас. Я говорю, не повиняю. Органический. И натуральные ингредиенты, которые вот просто только полезны, а никакого вреда. Поэтому, я говорю, мне очень было жаль, когда вот в Россию пошла массовая... Я представляю. И массовая вот эта вот испанская засилье всего вот этого консервирования, это не оно. Это продукт, который может быть по форме... Почву поливают химией, чтобы больше давало. Там... Ой... Были политические, специальная политика внедрения, естественно, там и массовая... Это вот... Это все вот игры, которые... Вообще, конечно, страшно уничтожаются по всему миру. Это, я скажу, просто от знакомых разных знаю везде. Вот то исконное, разные сорта... То есть, это ужимает сейчас буквально какие-то производства до районов, до каких-то местных знает кто-то. Или настолько мало, что... То есть, развиваются плантации какие? В основном минеральные, синтетические, где удобрения, химия применяется против вредителей, против этого... Я уж не говорю про... И вот, если вы увидите в Испании, вот они все как солдатики, один за одним. А, линками, да? Подходит к ним машина. Почему так все дешево? Автоматически. Вот, дешево, потому что каждый процесс удешевляет. Она вот так вот все это берет, прочесывает вот так. Конвейер. Вот так раз. И подходит к следующему. И их так и сажает, чтобы была возможность подойти вот таким одним движением машины. То есть, засчитанные секунды, это буквально... А тут вручную все это, да? Тут, это механизм, который... Щетки вот эти разные, такие деревянные. Это как с голубикой, с клюквой у нас раньше вот такие гребенки делали. Вот примерно то же самое, только большие. И взбивающие такие трещоточки, которым вот таким движением... Ну, скажем так, это не то, что в десятке, это, наверное, в сотни раз дольше, да, чем за секунду подходит. Это дольше. Это дольше. Переработка, это тоже ручной труд. Конечно, с использованием гигиены, но это все ручное... Нам фото дайте обязательно. Все есть, да. Сейчас покажем. по производству, то есть машины там, ну, как у них, ладно? Да, хорошо. Ну, это машин здесь практически нет. Где есть? Ну, вот глиоджим, да? Там же есть? Да, единственное, это по оливкам. А здесь это, единственная машина в этом, это вакуум. А, то есть это все ручное вообще? Все остальное это ручное. Это люди, потому что и засолить, и посмотреть. Нужно смотреть, как... А люди у вас работают, как они любят это делать? Любят те, которые этим все вот заправляют. Все остальные любят. Почему? Потому что собирается вот хорошая компания. Я тоже могу сказать, Сезонные рабочие. Потому что иногда там говорят, вот, от, и родители тоже закончил. Там институт, языки, ходишь собирать оливки. Ко мне отец приезжал тоже оливки смотреть. Я говорю, ты знаешь, есть такое ощущение необъяснимое, какое-то вот, которое я не могу описать тем, чем... Вот когда я жила в городе, например. Потому что и зимой, это вот оливки, это компания, люди добреют. Люди добреют на таких работах. Занимаясь бизнесом, я могу судить и две стороны. Кто сидит в офисах и занимается продажей. Совершенно разные. И тот, кто ходит... У меня была группа, приезжают люди, которые приходят, обнимают деревья, вылечиваются. Вот, вот. Из Австрии, да. Именно этим. Они покупают... И что люди рассказывали, помогают, лечатся действительно. Они живут, в основном, это из Вены, австрийцы. И собирает одна художница, скульптор, которая тоже влюблена в оливку. У нее основная тема оливковая. Она занимается скульптуром из оливкового дерева. Тоже, в общем-то, уникальные вещи из оливкового дерева создает. Она привозит людей, которые уставшие, больные, которым не хватает энергии. Они вот в эти деревья, раскрывшиеся после 2000 лет, или какого-то... То есть к старым деревьям. Да, к старым. Они заходят вот в это вот дупло внутри. И там, естественно, каким-то образом уже своим общаются, что-то... Просят, соприкасаются. В глубинах Беловежской пущи в том году были мы с женой. И там нам рассказывали, старый экскурсовод, куда вообще не водят никого, нас обещали, вот мы в следующий раз поедем, проведут дубы, которым там тоже сколько-то там, ну, по тысячу лет, которые там внутри огромное дупло, прям сквозное, и там проходят чуть ли не в мир там, ну, в другом, в общем, там... Ну, есть, что-то есть. Даже хотим мы это верить, не хотим мы это верить. По крайней мере, излечивались 100% люди. Для них, но если они год за годом приезжают и просят еще, может быть, даже они не могут это объяснить словами, что с ними происходит. Это слошь и рядом, когда люди начинают, открывают душу от природы, когда начинают все себя в гармонии. Это внутренняя жизнь. Меняется биохимия, то есть меняется энергетика, и люди действительно выздоравливают. То есть это как дополнительная мера... Ну, прибегая к биохимии, говорит, я не могу это объяснять. Я говорю, а не нужно это объяснять. Ты просто живи вот с этим. Зачем? Пускай это будет частью твоей жизни. Мы же там не объясняем, почему зубы чище, если мы их чистим. Ну, это да. И, кстати, вот когда рабочие собираются на вот процесс, да, то замечали вы такой, я думаю, что, скорее всего, должно было быть, что вот сначала... И вот уже к середине или к концу процесса, или когда уже вот они... Ну, меняется, что называется, более спокойно, более... Ну, у нас рабочие, будем говорить, не греки. Не греки, да? В основном это албанцы. Они приезжают специально вот на такие... Сезонные работы. На сезонные работы. Подработки. И я обратила внимание, что остаются вот так каждый год люди спокойные. Вот, не знаю, для меня это тоже. Я всегда и постаралась подобрать. То есть одни и те же, да, такие приезжают? Одни и те же спокойные люди, выносливые, которые любят труд, которым это нравится, которые могут и полчаса, и час задержаться. Не потому, что нужно вот сделать так, а потому, что... Не могут бросить работу, которую, так сказать, начали. Да, потому что они будут совсем другого качества. Для меня это тоже не очень мало. Какие руки прикасаются вот к моему продукту. Вот я про это и говорю. Потому что у нас тоже вот... Это всё взаимосвязано. Вот всё. Даже самая какая-то малейшая часть, она, естественно, является частью процесса. Естественно, будет совсем другой результат. Пускай он будет малейший, но на внутреннем уровне даже бессознательно мы его почувствуем. Не зря и все вот эти древние философии, древние религии, что кашер у них был наистрожайший подход к еде. И поэтому, видимо, подходим уже к тому периоду, что просто вот так вот уже и питаться нельзя, чем попало. Нет, конечно. И система совсем дружна. Но вот начинать нужно вот с того, что людям... Как было сказано, что лучше голодать, чем что попало есть. И как это, чем водиться, с кем попало, да? Ну, даже и по количеству. Если вот эти вот большие столы с друзьями, которые едят, что попало, и не можешь ни наесться, ни напиться, и после него иногда даже не вспоминаешь, что ел, пил, совсем небольшого, даже горсточку оливок съел, домашний литр. Другая пищевая ценность, другая энергетика. И насыщает, да. Мы же не только единым хлебом. Поэтому это нужно прожить. Сколько бы мы ни рассказывали, сколько бы химических анализов мы... Может быть, через год приедет этот же профессор, и он скажет, а вот это было, и оно будет называться так. Но это было там 2000 лет назад, 3000 лет назад. Вот, знаете, тема интересная, что это такой эндемик. То есть эндемик – это когда определенные территории, и нигде больше нет. Вот этот именно сорт древний, возможно, просто он только там вот сохранился, а просто нигде, где его вот откуда привозили финикейцы, просто не сохранилось. Такое бывает. Ему понравилось там. Да, ну и плюс прижилось, и понравилось, и просто нигде больше не сохранилось. Такое бывает, как с яблоками. У нас сейчас многие тех сортов, которые были там 300 лет назад, описывают в книгах, просто не осталось ни одного уже. Это вот сохранилось, слава богу. Свой микроклимат за тысячи лет, посмотрите, насколько приспособление деревьев к почве, климату, ко всему. Но это, конечно, магия. Фактически это просто какое-то... И плюс сейчас вот меня расстраивает такой факт, что греки, они отошли. Вот именно отошли от своей земли. У них всё... Глобализация поголовная, вот всех народов, европейских в том числе. Поменялось сознание. Кризис, кризис, приезжаешь, кризис, что? Не может быть кризиса там есть. Вода, свежий воздух, земля. Это вообще бред. На земле, это просто вот политика мировая, глобальная, чтобы людей не осталось на земле, хозяев настоящих, которые за свою землю и пример другим, и чтобы молодёжь оторвать вот эти корни, дают вот эти ценности, развлекухи, города, клубы, супермаркеты. Это страшно. Это богатство. И смотришь, вот как вот стоят деревья, совершенно никому не нужные, которые могли бы приносить плоды. Их продают за копейки, просто за гроши. Вот, естественно, кто поедет туда... Это надо работать, трудиться. Это нужно, да. А молодёжь не хочет, да, в основном? Нет, не хочет молодёжь. Вот это вот беда. Это как и Хусейн, который, вот профессор Хусейн из Марокко, который арганное масло, уникальнейший, лучший в мире. Вот он то же самое говорит, та же беда. Вот молодёжь, это потому, что это есть международная, глобальная политика, чтобы сделать общий человеков поганых, чтобы оторвать от корней и дети, чтобы не перенимали дело своих отцов и дедов. Это неинтересно, так это интересно. Это очень. Это целый мир. Это гораздо интереснее компьютеров, гораздо интереснее любой техники, кто бы даже, если с душой чем не занимался, потому что природа, мы часть её, и это естественно. Остальное это в той или иной степени неестественно. Это общение, будем говорить. Это общение. В общем, живое. Живое общение. С обратной связью, однозначно. Да, безусловно. Растение откликается на наши мысли, на всё, на воду. Какую воду ты, что на неё, так сказать, вот говоришь о мысли и так далее. А ведь это всё через воду. Вода имеет вот эту вот память. Вот с водой тоже. Остров богат родниками. Родники, да? Родников. Очень много родников. Причём вода везде совершенно разная. Не только родники есть, которые имеют свою, не знаю, интересную зеленетку. Монастыри, монастыри с подземными, есть такая пещера Архангела Михаила. Слушайте, а лимоны там есть старые какие-то в монастырях, которые остались там, которые вот свои... Один лимон у них есть большой, большой лимон есть. Они его ещё закрывают. Я просто буду коллекцию собирать. У меня тоже вот есть такое, по-моему, по Италии. Это наши знакомые хорошие, они даже привозили. Там лимон вот падает, а ему там 800 лет. Вот я имею не дерево, а обновление, то есть сорт один. И он прорастает, вот открываешь лимон, а там семечко, уже листики начали с семечками. То есть они настолько силу имеют. Вот я такой и сохранилочный, я буду брать из этого. Жена с детьми, ну она все время ездит, прямо скажу, а я дам потом, чтобы к вам обязательно приехали. Обязательно, обязательно. Не влюбитесь в остров, потому что приезжают туда туристы, но это не то. Нужно посмотреть его, ну, так называемый, сакрально. И название, и все, его нужно изучить. Это надо без суеты, без туристов. Да, вот, например, есть люди, которые приезжали туда на 2-3 дня. Оставались? Оставались, покупали, да, на месяц. Есть кто приезжал, вот я хочу, вот три дома продается, покупают буквально через, вот, и покупают и четвертый там для своей семьи, для своих друзей. Есть то, что своих он притягивает. Ну и правильно, такие места, должны оставаться люди, не которые, вот, хотят супергостиницы, и там всякие там, и турки, и все подряд, и кто только не ездит. У меня очень большое впечатление произвело, вот, если про остров разговаривать, что, в принципе, греки, вот, и особенно островитяне, это немножко для меня другая цивилизация. Я, конечно, привыкла к каким-то московским темпам, может быть, что-то еще, но когда возник вопрос о том, чтобы поставить локатор от авиационной компании на их высокой горе, все вот эти сонливые греки, они проснулись, я как один, взяли кто что мог. Генетическая память, кто мотыгу, кто что. Да, вот именно мотыгу стали, делали днем дорогу, армию, пригнали армию, днем армию делала дорога, по ночам местные ее ломали. Когда пригнали спецназ, люди свои, падали в море, все рыбаки привели свои корабли, туда перегородили, люди своими телами прыгали в воду. Болы, вот это вот надо бы поучиться. Вот, и не давали подойти вот этим кораблям. Правильно. Вот, причем это было еще где-то два года после того, как я там появилась. Мы еще ходили, когда был суд вот над активистами, и даже была я, ходили люди у здания суда, моя дочка сидела там на шее у моего мужа, вот, что вы, насколько люди могут быть мизерными в маленьких вопросах, но вот когда касается чего-то вот глобального. Такого, как бы, самого корневого, да? Ну да, они помнят, что с этим может, кроме как болезни, измениться все. Вот, они отстояли, да, отстояли. Молодцы. Каркас стоит, но все, они сейчас на этой вершине делается астрологический лагерь. Вот, слава богу. Вот, приезжают люди, там смотрят в небо, все. А вот это они отстояли, как один островитяний. Для меня это был какой-то показатель, потому что остров, по теории остров мошенников, из-за большого красства. Ну да, старое название. Слушай, там кладов, вот Ольга рассказывала, много, да, знакомые находили, да? Ну, находили, да, конечно, это не очень афишируется, потому что вот. Приезжают с дорогим бородом, с японским, сейчас ищут. Да, и следует, почему, потому что камней много, а люди, как правило, на больших камнях оставляли какие-то знаки. И я вот видела итальянец, который приезжал с микроавтобусом, с аппаратурой, он находил вот эти вот знаки, там вот схема человека, который показывает рука. И он измерял, сейчас это сделали или сделали когда, чтобы... Понять. Такое хобби, подводное плавание, там есть затонувшие какие-то места, конечно, очень много не дают. Но этот остров был северной Афиной, там и монета чеканилась своя, своя монета. И вот, кстати, кратко, пока у нас еще время на записи есть, про вот это вино. Ведь вот Ольга Штон тоже сказала, что в древней, о чем Галждан, о чем я всегда говорил, что настоящее вино в хорошем смысле, а не пробродившее плохое, как в Библии, там в двух значениях применяется это вот, кто любит сразу вот вино. А хорошее, это натуральный виноградный сок. Это натуральный, везде вот с языком, потому что я тоже очень люблю греческий язык. Вот, и то, что вот мы говорим, вот вино, очень часто это как аргумент, вот в Евангелии вино. И значит, бери, пей, бухай и убивай друзей своих сразу. Да, Господь, да, Господь, он, вино, он благословил. Но, дело в том, что вино по всем вот этим вот историческим описаниям, то, что пил Асклепьёс, это чистый виноградный сок. Понятно. Для фантастов, для этих, кто оправдывает свой ЛКГ, бухание, любой... Это чистый виноградный сок, и его выпаривали. Из-за того, что это был остров с виноградниками, очень много остатков вот такой технологии можно найти. То есть это все подтверждено еще и археологическими, и письменно. Это подтверждено, что это чистый виноградный сок. Потом это вамфоры и, соответственно, отправляют. И когда нужно было, это же было лечение, это опять-таки не было застой. Но столы вот у греков, вот эта симпозия, для них это, как и театр, это всегда был лечебный процесс. Вот это терапия, то есть это все терапия, вот как мы сейчас делаем расстановки, как говорят. Это же все греческий театр, это свои пороки, свое это. И вино вот это вот было частью, то есть они брали систему ценностную. Вот, поэтому это не забродевшее вино. А может попробуем наладить? Представляете, у нас честные нормальные священники бы покупали бы это с радостью. Если бы у меня остались кумабьян, вернее, это крестники моего покойного свекра. Они никогда не женились. Один даже человек, который никогда даже не общался, у него было общение с женщиной у него. Всю свою жизнь они посвятили виноградникам. Когда приезжают туристы, проходят там по горам, они смотрят, да какой вообще мелочи они к этому винограду, как относятся, вот как к женщине. Вот и раньше так относились действительно к виноградникам. В общем, вот этот проект в теории, да, нормально. Я могу удержаться от шоколада. Рад, рад, приятно слышать. Ну, в теории он у нас там пусть останется. Если будет такая возможность потом людей найти технологические света, то вот этот концентрат. База есть. И знания еще есть. И знания, опыт, да. То тогда прекрасно. Это прямо вот мы будем рады. Ну, куда-нибудь себе запишите, в общем. Ну, конечно. Это все, здесь только идей. Отлично. Они за другим идут. Они цепляются за другим. Однозначно. Я вот скажу вам, дорогие друзья, еще что было в первой части, что вы как раз пробовали именно те оливки. Ну, если, конечно, не в Греции, прям, которые более-менее доверие есть где-то, потому что и там не все можно найти хорошее натуральное. Но в России уж точно нет. Поэтому вы пробовали именно те, которые недозревшие, которые искусственно дозревают, красят. Это 95% всего, что забито. Это, конечно, есть шанс, которые... Есть, есть. Возят, возят. Более-менее, но, конечно, это другие сорта, там другие технологии, когда это делается массово, там все равно применяют технологии, так сказать, где-то недозревшие, где-то... Конечно, конечно. В Греции, хочу сказать, в Греции наших вот оливок нет. Вот. Нет оливок. Они все уходят на экспорт. В основном уходят на экспорт и покупают туристы или те, кто приезжает специально за ними. Да, да, то есть отдельно. А когда с деревом нельзя, конечно, обращаться, вот это стрясать. Это все влияет и на вкус, и все равно на энергетику и так далее. То есть это, конечно, ну не должно быть к живому такой подход конвейерный. Как вот... Может быть, вот ты говоришь, еще спасло какая-то вот их островная ленца. Что-то придумывать, что-то внедрять, что-то менять массово, что-то как-то вот, какие-то технологии, сказать. Вот. Это, с одной стороны, их еще оградило от того, чтобы погнаться вот за тем, чтобы все вот... Да, там и невозможно. Вот пытаются посадить другие сорта, да, не выживает. Но это вот как посадить у себя в саду какой-то просто другой сорт. А потом мы смотрели вот фото, мы обязательно покажем, где вообще там камнями все завалено, там не подъехать на машины. Нет, нет, раньше были оселы. Камьящики таскают вручную, на слах. Осел, это средство... Доставки и транспорта. Да, это то, чтобы помочь. Местный транспорт. Это помощник вот забираться на горы. Потому что сейчас вот, если вы приедете, посмотрите, что заброшено, что можно купить и что осталось, вот, чтобы просто подрезать чуть-чуть, какое-то богатство там осталось, этот остров. Его называли изумруд Северной Греции, вот в переводе. На данный момент он остался, то есть ценность его есть. Но изумруду нужна и хороший ювелир, и хорошая оправа. И хранитель. Вот. И все вместе. Холодно, чтобы он так вот засиял и принес свои плоды. Скажите, а вот по маслу, по анализам, вернее по составу, то, что было исследовано, что там есть все-таки уникального, интересного? Вот террасол, например. Террасол это тоже один из таких уникальных, я немножко подсмотрю. По-гречески-то я могу сказать хорошо. Но если есть возможность, значит террасол, он защищает здоровые клетки от окислительного стресса, повышает резистентность тканей различных органов к повреждению. Что это значит? Это значит, что если наружно вы это посмотрите, порезались, поцарапались, вот возьмите и попробуйте наложить. То же самое это и с внутренними органами. То есть если какие-то внутренние микропроводители, которые мы даже не можем, они помогают его более быстрому восстановлению. Вот, еще если посмотреть, очень важный компонент гидроксидтерозол. Это тоже имеется в наличии в этом оливковом масле. И этот комплекс этого вещества способен замедлить процессы старения благодаря своим антиоксидантным свойствам. Кроме того, он имеет и противовоспалительное действие и способствует защите от неблагоприятных воздействий со стороны окружающей среды. А в вашем масле его больше, да, по составу, чем во многих? Он имеется в наличии в большом количестве. Во всех оливковых маслах есть, но он имеется, наше масло выше, чем среднестатистическое масло, которое исследовали. По вот этим параметрам? По всем параметрам. По всем? По всем параметрам. Поэтому дает и специально этот сертификат. Его можно и на английском ставить, на греческом. Здесь вот есть и заключение профессоров, что это масло принадлежит к категории, высшей категории масла. На основе того, что присутствует 1, 2, 3, 4, 5 веществ, которые очень полезны для здоровья. Опять это относится к полезности, а не к вкусовым качествам. Потому что, может быть, кому-то масло будет очень вкусное, но оно по составу мертвое масло. А это какое? Это именно, это все-таки масло или это вот этот вот? Нет, мы, вот это вот масло. Сок. Это не сок, это масло. Ну, а здесь так еще больше. Этот сок мы не исследовали, потому что, в принципе, нам не нужно доказывать его полезность никому. Но там, естественно, больше. Естественно, там больше. Там Илья Консал всегда вот на очень высоком уровне. А у них были остальные пары? Вот. Нам не нужно никогда было показывать. Он у нас промышленно и особо не продается так. То есть это не то, что... Немного. Немного его. Это то, что заказывают для каких-то гурме-магазинов, какие-то опять... Или для медицинских вот различных. Да, есть. В Австрии человек, который занимается, у него такая философия. Он вот через питание именно ведет медицинскую свою деятельность. Ну, молодец, это правильно. Сейчас в Австрии, я смотрю, они в этом плане очень продают. И у него, естественно, и очень жесткий контроль. И даже он дает рекомендации. Осадок берет у вас, да? Да, как-то осадок. Осадок берет, да. Берет осадок именно, чтобы его использовать как компонент. Лекарственное для лекарств. Потому что там больше питания. А здесь вот, если оно постоит, этот эликсир, тут будет вот такая часть расслоится осадок. И его надо хорошенько размешать. И вот равномерно уже... Еще такая идея, что если вы хотите, то можете вы положить его в морозилку. Оно замерзнет. Вот. Появятся кристаллики масла. В Италии даже вышло небольшое такое приспособление, которое делает из него маргарин. То есть вот из замороженного масла оно намазывает, можно намазать на хлеб. А, ну не маргарин, а в смысле консистенции. Консистенция, да. Я бы испугался. Это жиры, а это конь, да. Нет, это вот, наверное, жиры, которые вот белые, которые видны. Ну да. И не должны мы этого бояться, а наоборот. Если масло даже в холодильнике кристаллизуется и там появляются вот эти белые, это говорит только о его качестве. О насыщенности жирами, которые в принципе и должны быть. Ой, сказка. Это чудесный продукт для здоровья, конечно. И масла, и алисли. Да, да. Ну вот, наверное, есть еще что-то чудесное, но вот я вот влюблена в оливковое масло. Это видно. И я этому рад. Я, по крайней мере, для себя то, что вот мне мой друг наш вообще рассказывал, когда мы еще не были знакомы, я сейчас попробовав, я это и представлял, что это будет что-то нечто просто фантастическое. Так оно и есть. Я очень рад, конечно, что мы наконец-то встретились. Мне тоже, я буду рада, если это попадет к тем людям, которые действительно не относятся к еде вот так вот, я что-то перекусил. А, лишь бы что и пивком закупил. Который и получит удовольствие, пользу, еще может быть что-то сакральное, что я даже и не буду знать. Это обратная связь всегда, она есть. Да, да. То есть благодарность людям, которые производят, продают. И какая-то часть, вот все говорят, что это Греция, это не Россия. Для меня Греция, может быть, это тоже... А корни-то все равно. Это, может быть, и Россия. Корни, ну, слушайте, еще и древний Епифагор говорили, что про Гиперборию, про что делай боги, откуда пришли. То есть это и греки знают, кто занимается серьезно там историей. То есть это все, это очень близкий народ, это фактически... Мало того, греки сейчас ждут россиян. Вот у них есть такой святой Паисий, Паисий Святогорец, вот, который, значит, сказал, что ждите освобождения от людьми из белой нации. Все ждут россиян, ни немцев, никого. Все ждут россиян. Да, совершенно правильно. И знаете, кто сказал, даже Хольстеру, который приезжал, Сэп Хольстер, да, к нам тоже, он рассказывал нам, что в том числе племена, которые остались, вот, еще индейцы в Северной Америке, то же самое говорят. Тоже, тоже из России, что ждите освобождения и так далее. Вот это прям везде. Что как, ну, как хранители и так далее. Ну, потому что это совсем, вот, знаете, вот даже вот совершенно к еде не относятся, дети у меня, там же то, что вот выпал снег. Вот, вот, я своих ножками на снег. Для них это всех, конечно, был шок. Меня попросили, чтобы это уж так, чтобы не пришла социальная служба, детей не забрала. Вот, но в течение приезжал папа, в ноябре купался в море. Ну, 19 градусов, чего в море не покупаться. Вот. С течением времени все, люди поняли, что это вот, они к врачам, а мы не к врачам. То есть разница есть. Да, конечно. Все это потихонечку, потихонечку. Уже совсем по-другому. И уже ни чудик, ни мой папа. И я не совсем сумасшедшая, что... То есть не только дурной пример заразительный, но и хороший полезный пример тоже заразительный может быть. У здоровый организм будет выбирать. Прекрасно. Ну, вот оно поэтому и есть, что, как говорится... Поэтому, я говорю, россиян там ждут, вот, ждут каким-то внутренним своим состоянием. Даже люди, когда вот мы немножко так с политиками вот общались, они, когда вот немцы пошла, очень были ссоры. А сейчас они говорят, что время, видимо, пришло. Извини, что мы тогда вот... Потому что я так чисто шутя говорю, придут россияне и заберут, как Крым. А они что? Вот. Один тоже он занимался там в мэрии, он говорил, вот, говорит, кто первый, говорит, как это они заберут, говорит, я тогда с оружием пойду. Я говорю, так это я сейчас выясняю, кого первого нужно сажать, чтобы не было противостояния. Потом, чисто случайно опять, он меня как-то, мы с ним сталкиваемся, он говорит, знаешь, ты была права после того, что случилось в Греции. Ну, видимо, время пришло. А, вот даже так уже, да? Да, то есть они думали, что, может быть, Европа им поможет. Да, да, поможет Европа, да, сколько сможет. Что-то изменится, вот. Возьмем, сколько сможет, да. Вот, и поэтому, вот он понял, что, в принципе, мои слова, так, может быть, эмоциональные, может быть, имели под собой какую-то логику. Я говорю, мы, говорю, россиянам никогда не нужно было ничего чужого. Никогда, вот то, что с языка сняли, что русский человек всегда никогда чужого по своей природе, а наоборот. Они готовы поделиться, улучшить, украсить, создать, и отдать. И отдать на радость другим, чтобы просто им всегда важнее вот это вот, что у тебя хорошо. Нет, греки в этом плане близкие, конечно, народ, это однозначно там. Внутренне у них есть, поэтому я говорю, если россияне бы, вот, их ждут. Вот, есть, конечно, и те, кто и отмывают деньги, но хотелось бы, чтобы люди именно пришли с новым образом жизни, а не поддерживали старый вот... Но начнём мы с малого. Постараемся, да. Начнём мы вот с этого, и наши зрители, наши клиенты уже приобщаться и к этому острову хотя бы через этот уникальный вот дар земли и дар древних оливок. Конечно, такая хорошая вещь в плохом месте не может быть. Да, у нас уже и свет весь в одном-другом прожекторе, только один остался. Попрощаемся так и с нашими зрителями. И обязательно... Спасибо вам, да. Спасибо и за будущее. Но до новых встреч. Мы обязательно с вами ещё не раз увидимся и будем отвечать, может, даже на какие-то интересные вопросы. Конечно, с удовольствием. Всё, что можно сделать, мы сделаем. Всё вам самого лучшего. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok